В Астане сегодня состоялась международная научно-практическая конференция «Историческое и международное значение восстания декабря 1986 года в Казахстане». В ней приняли участие политологи и историки из десяти стран. Польский ученый Владислав Соколовский говорит, что оппозиционные деятели Польши тогда выразили поддержку участникам демонстрации в Казахстане, просили помиловать алматинского студента Кайрата Раскубекова, который был приговорен к расстрелу, но погиб при загадочных обстоятельствах в тюрьме, и выпустили даже специальную почтовую марку. Подпольная марка, на которой указано лежащий лицом в земле человек, красным шрифтом «Солидарность» надпись, и надпись, естественно, «Помиловать Раскубекова». Фотография Горбачева, надпись «Угласность», и дальше информация о том, что доход от продажи марки будет передан на деятельность движения «Свобода и мира». Участник декабрьских событий 1986 года Сайфолда Бесимбай говорит, что он нашел в архиве музея в Алматы 800 фотографий участников антикремлевского выступления молодежи. Историк Мамбет Койгельды говорит, что декабрьские события 1986 года стали продолжением идеи национального движения «Алаш». Участник декабрьских событий, ныне депутат мажилиса парламента Нуртай Сабельянов считает, что этим событием соответствующая оценка уже дана. «Участник декабря 1986 года в Алматы произошли волнения молодежи против назначения «Свобода и мира». руководителем Советского Казахстана ставленника Москвы Геннадия Колбина. Демонстрации были подавлены силой.